Микс Ньюс Друзья, уважаемые радиослушатели, обычно в пятницу в это время подводим итоги недели И эта неделя прошла под знаком как интересных событий внутри страны Чего стоит одна история с Деговским мостом Я думаю, что если мы успеем, мы тоже это обсудим Ну и конечно, международные события на этой неделе Международными событиями эта неделя была очень богатая Реана Трубловский, авторитетный эксперт у нас сегодня в студии Добрый день Добрый день Да, вот начнем, конечно, с такого важного, наверное, события для всей Европы Это выборы президента Украины Господин Зеленский на сей раз экзит-пулы, рейтинги, опросы многочисленные не ошиблись И действительно, несмотря на то, что было какие-то опасения, что действующий президент использует административный ресурс Тем не менее, Зеленский победил, да еще как победил, почти 75% голосов Ну, когда такое было? Не только на Украине Я думаю, такому результату могли бы позавидовать многие президенты Ну, я думаю, однозначно Это сокрушительное поражение Порошенко, ну и вместе с ним тех людей, которые были с ним вместе с последние пять лет И сокрушительное поражение той политики, которую он проводил и внутренней, и внешней Но это фактически, может быть, это звенья одной цепи Помните, вы у нас в эфире в свое время предупреждали, что, в принципе, вот та старая элита будет все-таки уходить И, видимо, до Украины тоже этот процесс дошел Ну, в принципе, этот процесс уже не остановить Это, конечно, можно где-то задержаться, в том числе и у нас, в Латвии Но, в принципе, этот процесс уже необратим То есть, мы видим, уже в мире эти процессы уже набирают скорость То же касается Украины Конечно, ну, очень сложно судить, какая будет все-таки внешняя и внутренняя политика Зеленского То есть, конечно, еще вопрос о внешней политике Потому что во время Порошенко отношения с Польшей, отношения с Венгрией, отношения, я уже не говорю, Российской Федерации Отношения с другими странами, ну, были крайне натянутыми Поэтому, я думаю, одна из задач Зеленского будет как раз налаживание отношений с Российской Федерацией, с Польшей, с Венгрией, с Евросоюзом Как он это будет делать, это, конечно, другой вопрос Очень многое зависит, какие люди будут в его команде Третий большой вопрос Будет ли произведена быстрая зачистка людей Порошенко в силовых структурах и, скажем, в МИДе И замены своими, если таковые имеются Так что, конечно, вопрос непростой Беря внимание, что Украина все-таки по территории, по жителям очень большая страна И, ну, я надеюсь, что все-таки Зеленский, у него есть то, что называется харизм У него есть вот эта такая энергетика Долго, где он, насколько ему дадут что-то сделать Может, Верховная Рада явно не его Ну, не забывать, что Верховная Рада тоже скоро выбор Осенью Да, поэтому там может быть ситуация, если у Зеленского будут какие-то успехи до этого До осени, то есть, вполне может сколотить уже свою политическую силу Которая уже придет в Раду и может тоже победить и как-то поменять расклад сил там Так что это, конечно, ну, я, конечно, думаю, что это хороший знак, что победил Зеленский Потому что мы, наверное, в этой студии тоже говорили У меня, конечно, выбор, тот выбор, который пал украинского народа и Порошенко Я думаю, что если там был бы президент перемен, типа, там, Вацлава Гавела Или, там, Леха Валенца, которые были в 80-х, 90-х То есть, человек из народа или, скажем, какой-то интеллектуал А там просто олигарх, который один из олигархов сейчас руководит страной И как-то страна беднеет, он богатеет То есть, там... Прискать было и раньше Да, то есть, очень много вопросов Но я думаю, украинский народ по достоинству оценил это все И, конечно, Порошенко пытался заигрывать уже и с радикальными националистами И что он только не делал Но в итоге расклад 75-25 Ну, если это не сокрушительное поражение, то что же тогда сокрушительное поражение? Да Что касается, вот так, чтобы закончить такой топик Украины Что касается возможных активностей Зеленского на таком, условно говоря, российском направлении Поскольку минские соглашения никто не отменял Других пока альтернатив нет, никто не предложил Проблема Донбасса остается Ну, я думаю, что там он будет действовать, скорее всего, по двум векторам Во-первых, он постарается реанимировать в хорошем смысле минский процесс То есть, я думаю, в самом ближайшем времени, скорее всего, будет встреча в этом нормандском формате В минском формате, как с президентами тех стран, которые задействованы в этом формате Да Во-вторых, на что я обратил внимание, я все-таки был, наверное, из тех очень многих людей Которые следили за дебатами Порошенко-Зеленского в стадионе в Киеве За два дня до выборов И я услышал от него первый раз, когда он назвал тех людей, которые в Донбассе повстанцами То есть, не террористами, не сепаратистами, а повстанцами То есть, вроде бы кажется одно слово, а все-таки все изменяет Повстанец, это очень, скажем, накладывает уже совершенно другую смысловую ситуацию По той простой причине, что повстанец это человек, который, скажем, берет участие в восстании против чего-то не очень хорошего Против, скажем, угнетения, против попрания каких-то прав То есть, слово повстанец, оно не имеет, как правило, негативного оттенка Как слово, скажем, террорист или сепаратист И очень многие обратили внимание на это, что Зеленский как раз использовал это Так что, я думаю, что это может быть уже таким мостом, налаживая отношения с Донбассом в том числе Еще, заканчивая на эту тему Я думаю, что сейчас, вот как раз эти пару месяцев до выборов в Ираду Они будут очень важны для Зеленского именно в этом формате Какие первые шаги будут предприняты им по вопросу с Российской Федерацией По вопросу с Донбассом и по вопросу Минских соглашений И, конечно, как он будет реагировать и вести себя с Евросоюзом, с Польшей, с Венгрией Да, вот говоря еще о России Мы знаем, что на днях и президент Эстонии побывала в Москве Встретилась с Путиным Ну, до такого уровня еще латвийские власти не дошли Но, тем не менее, и новый сопредседатель латвийско-российской межправкомиссии С латвийской стороны, господин Линкать Так тихо, незаметно, но в Москве таки побывал И с министром транспорта России встретился Ну, хоть что-то Ну, я думаю, что вот этот провинционализм, который у нас есть Вот такое провинциальное мышление Она очевидна И вот финны, эстонцы, сейчас уже эстонцы Надо сказать, что они, конечно, на несколько шагов впереди То есть я уже не буду говорить о президенте Финляндии Который несколько раз в году встречается с Владимиром Путиным Чтобы обсуждать какие-то вопросы, которые важны для сторон Но то, что вот этот визит президента Эстонии был в Москве Ну, я думаю, это было большой неожиданностью для многих здесь, в Латвии И мы помним, что министр иностранных дел Литвы уже как бы так негодованием сказал Что надо было, наверное, как-то проконсультироваться или согласовать Ну, простите, когда, скажем, Далия Грибовская Это называла Россию террористическим государством Или обостряла ситуацию с Россией То есть я вряд ли она консультировалась Как красиво назвать Да, или что-то делала То есть поэтому я не думаю, что это неуместный такой шаг литовского министра В плане суверенного государства И я думаю, что этот визит, ну, он показывает, что вектор все-таки меняется Это безусловно И, как мы видели, даже не беря внимание все, что, ну, я думаю, что у президента России очень много дел Но он нашел время, скажем так, через не слишком долгое время подготовки в этот визит состоялся Президент Эстонии был, были переговоры Это, само собой, уже очень позитивный шаг Поэтому я, конечно, думаю, сейчас Ну, сейчас устраивается очередь в Латвии и Литве Вряд ли стоит Потому что, я думаю, что Эстония, в принципе Эстония, как бы, Балтийская страна Она все-таки выражает какое-то общее Балтийское мнение Поэтому, опять же, думаю, что это позитивный шаг И думаю, что продолжение последует То есть диалог в любом случае Это хорошее дело Ну, я смотрю, что здесь Латвии тоже зашевелились Люди, которых нельзя заподозрить в симпатиях к Российской Федерации В том числе из бывших латвийских иммигрантов Которые все говорят, ну, что с Россией все-таки надо Надо как-то иметь диалог Ну, это, я думаю, само собой понятно Это все-таки сосед Кстати, интересно, что и глава МИДа Латвии Игорь Павел Иринкевич Не исключил возможность диалога Павел сказал, что, ну, когда будет повестка дня Что с Россией обсуждать на президентском уровне Тогда и встретимся Ну, я думаю, что он как-то ведет себя Как будто он там кому-то нужен И, я думаю, он абсолютно не понимает свою весовую категорию Или не хочет понимать Я думаю, я не знаю, кто с ним там будет говорить Или, тем более, что уже есть переговоры с эстонской стороной То есть повторять то же самое с латвийской стороны Ну, я не вижу смысла Да Ну, я могу сказать, что В будущем, не слишком далеком Такой момент обязательно наступит Да, вот интересно С того момента, вот, прошло несколько недель Пока у нас не были Но здесь интересные события произошли На внутриполитическом треке Вот Фактически правящая коалиция уже договорилась о том Кто будет президент Ну, на моей памяти давно такого не было Если я ошибаюсь, поправьте меня Что фактически у нас выбор президента По крайней мере, так сегодня представляется Будет проходить на совершенно Неконкурентной основе Да, может быть, кого-то условно и вытащит Как для приличия, чтобы хотя бы один был спарринг-партнер Но такое ощущение, что дискуссию господин Левец Будет вести сам с собой Конечно, приятно пообщаться с умным человеком Ну, мне тут очень двоякое чувство Я вот все-таки не понимаю, разве у нас в Латвийской республике Беря во внимание, ну, ладно Мы небольшая страна, у нас не очень много народа Но тем не менее Но тем не менее Двух-трех найти можно? Нам нужны все-таки два эмигранта, чтобы руководить страной Каринч и Левец То есть, в принципе, люди, которые всю свою жизнь, большинство своей жизни прожили вне Латвии Даже профессионально они были или в Евросоюзе, или, скажем, в каких-то структурах Европы То есть, они здесь практически не бывали И как они могут здесь что-то решать? Это первый вопрос То есть, я, конечно, все-таки уверен и думаю, что здесь должны быть люди, которые все-таки здесь родились, выросли, знают и понимают эту страну Это во-первых Во-вторых, мы видим ситуацию, когда коалиция, то есть, это 50 плюс человек решает, кто будет президент страны То есть, если мы видим, скажем, ситуацию в той же Украине, о чем уже говорили Мы видели предвыборную гонку, мы видели дебаты претендентов Дебаты? Аж даже на стадионе, что-то немыслимое Аж даже на стадионе Ну, то есть, мы видели то, что называется президентскими выборами И там было не только, скажем, два кандидата, там было несколько кандидатов, два тура Значит, люди могли видеть всех претендентов Видели, как они общаются, что они говорят, как они, то есть, действуют Если мы говорим сейчас, что коалиция выбирает президента То есть, да, Левец известен, да Но не очень сложно судить, например, ну, какие будут его решения по ключевым вопросам Во-вторых, все-таки, ну, я до конца не уверен, что там сейчас стопроцентно хватает голосов Может быть, это и так, но мы не знаем, как в конечном итоге будет действовать так называемая партия Кайменьша КПВЛВ Что там будет? Беря внимание, что сейчас... Там очень сильная внутренняя оппозиция Да, что сейчас Закатистого хотят, как бы, выдать прокуратуре Там очень сильное, там, враждественное отношение Следствие идет по самому Кайменьшу, мы знаем полным ходом Так что там не все так ровно и не все так гладко И там вполне может получиться ситуация, что и не хватит голосов Потому что он сейчас железно может, наверное, скажем так, полагаться на 50 голосов все ими То есть, остальные, ну, посмотрим Я думаю, что, конечно, можно было бы найти еще несколько достойных кандидатов Которые могли бы составить конкуренцию Левицу Но, наверное, есть какие-то договоренности Может быть, какие-то пожелания наших партнеров по каким-то вопросам Мне сложно судить, но сейчас мы можем иметь ситуацию уже летом этого года Что у нас реально будут два человека, которые практически представляют эмиграцию Которые, как я уже говорил, очень много лет провели за пределами этой страны Это хорошо или плохо? Я думаю, что это не очень хорошо Да, посмотрим, как это будет происходить Хотя я думаю, что пора уже, наверное, двигаться к всенародно избранным президентам Я думаю, что, ну, видите, это есть самый такой ночной кошмар людей из единства и остальных либералов Потому что то, что они говорят Ну, тогда увидите, что, скажем, во втором туре будет состязаться Лемберг и Ушаков Ну, ребята, ну, это воля народа Значит, эти люди... Мы в демократии или где? Мы в демократии Ну, сейчас они же, наверное, так и по Зеленскому высказываются Что это комик, мы не знаем Крум, как же, да? Да, да, да Я там читал... По Тампу даже так в свое время высказывались Ну, сейчас, я думаю, они все язычки-то прикусили Потому что все-таки отчитываться приходится И стратегический партнер-то тоже наблюдает, как они тут себя ведут Поэтому, конечно, Зеленский, скорее всего, при нашем раскладе Тоже никогда не стал бы президентом, скажем, Украины Потому что сказали бы, ну, нет, он, наверное, не годится Он тогда станет президентом Украины Да, он стал президентом Украины Да, и комик, да, человек с харизмой Если в Латвии ситуация такая, что самые популярные политики, скажем, это Лэмбергс, это Ушаков и еще кто-то Ну, значит, они самые популярные политики, а не Левиц То есть, я думаю, если Левиц был бы на равных условиях С этими людьми, которых я назвал Он никогда не выиграл бы всенародный выбор в Латвии То есть, это надо знать и понимать эту простую вещь Да, надо хотя бы знать страну, в которой мы живем Это же совершенно очевидно Да, еще, может быть, такой первый вопрос Такой еще один вопрос, может быть, для затравки Вот я знаю, что в Москве буквально на днях прошла Международная конференция по безопасности Где там больше чем 100 стран, кстати, участвовало Это к вопросу об изоляции И еще одно событие, опять-таки, связано с Россией Встретие Путина и Ким Син Ина Да, тоже не рядовое событие Вот начнем, может быть, после перерыва продолжим Что касается международной конференции Это значит, что госпожа Кайланд не единственная, которая Живая диалога с Российской Федерацией Безусловно То есть, те цифры, которые вы назвали То есть, более 100 стран Я не берусь в суд, сколько вообще стран Наверное, где-то около 200 Да То есть, ну, значит, полмира приехало Приехало То есть, наверняка там были страны, условно говоря, и Западной Европы Ну, я думаю, что там были представители Западной Европы Но я думаю, что там, конечно, были страны Такие игроки, как Китай, Индия, Корея То есть, обсуждались, скорее всего, проблемы, которые имеют очень важное глобальное значение Поэтому, конечно, все те, которые думали, что Российская Федерация в изоляции Ну, скорее всего, это неправда просто Во-вторых, ну, опять же, возвращаясь к вопросу Взять эстонского президента Я все-таки думаю, что, скорее всего, вектор поменяется и будет, чтобы обсуждать с российской стороной И в самом далеком будущем мы, наверное, увидим все-таки, что встреча президентов Латвийской Республики и Российской Федерации состоится Это просто время будет требовать таких решений Говоря о безопасности, ну, мы видим, что практически каждую неделю где-то в какой-то любой стране Происходит то ли региональная, то ли глобальная конференция Потому что, к сожалению, вопросы глобальной и региональной безопасности И даже национальной безопасности И все эти угрозы и проблемы, они как бы идут по нарастающей И все понимают, что в одиночку решить вопрос нельзя И, к сожалению, последний теракт в Шри-Ланке, который забрал более, скажем, двухсот человек убитыми И несколько сотен ранеными как раз в католическое Рождество То есть это еще одно напоминание, в каком мире мы живем И еще одно напоминание, что без безопасности любые другие отрасли развития Они просто не могут действовать Потому что, если нет безопасности, то нет никакого развития Ни экономического, ни политического, ни социального, ни культурного Придемся ненадолго, Рам Трубловский у нас в студии, не переключайтесь Да, еще раз добрый день, так чтобы закончить эту тему, начатую первую часть Международная конференция в Москве по безопасности ежегодная, традиционная Больше чем 100 стран представлена Все-таки, на ваш взгляд, какие проблемы были ключевые? О чем вообще можно договариваться, если так можно сказать Между основными мировыми игроками России, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китай, Япония? И о чем невозможно? Я думаю, что сейчас время пришло или очень скоро придет Когда договариваться надо будет всем Потому что другая альтернатива – это война Горячая, холодная, экономическая, политическая Но любая война – это всегда жертва Экономические, политические, военные Поэтому, конечно, мы видим классическую ситуацию Когда, скажем, США пытается сохранить тот однополярный мир Который был после развала Советского Союза В течение последних 30 лет Китай, Российская Федерация и ряд других стран Хочет переформатации этого однополярного мира в многополярный мир Конечно, у меня есть такие не очень хорошие исторические примеры Когда, скажем, Первая мировая война Когда немецкая империя, Германия хотела стать мировой державой А Британская империя хотела сохранить статус-кво Что из этого получилось, мы знаем Вторая мировая война, когда тоже Соединенные Штаты Хотели выйти уже на мировую арену И после Второй мировой войны стали сверхдержавой Наряду с Советским Союзом А, скажем, Великобритания, Британская империя Потерпела уже неудачу и крах Поэтому это, в принципе, ситуация, когда мы говорили двухполярный мир США Советский Союз, потом однополярный мир И сейчас мы уже говорим об этом многополярном мире Беря внимание темпы развития Китая Экономического, политического, военного Конечно, даже не Российская Федерация Именно Китай будет главным противником Соединенных Штатов Он уже главный противник Соединенных Штатов Но, беря внимание еще стратегические такие наработки Альянс Российской Федерации, Китая и ряда других стран То есть это очень мощный блок Который, конечно, будет, скажем так Будет пытаться наращивать свои военные Экономические, политические мускулы На глобальном и региональном уровне Поэтому, конечно, это не может не вызвать Скажем так, тревогу американцев, англичан и других стран Да Рома Трубовская у нас в студии Что касается интересных переговоров Интересного визита в Роди-Восток На своем знаменитом поезде Ким Чен Ын Побывал в России Провел переговоры с Путиным Что здесь можно говорить Значит ли это, что Россия тоже пытается Поучаствовать в этом диалоге Не знаю, северно-корейском и южно-корейском Да, вот что здесь можно сказать Я думаю, что это очевидно Потому что, беря внимание, что от Владивостока До корейской границы, наверное, несколько сот километров Или даже меньше И Российская Федерация имеет общую границу Хоть небольшую с Северной Кореей Конечно, она просто должна и обязана Принимать участие в этих процессах И, как мы уже говорили несколько раз Когда была эскалация ситуации Вокруг ядерной программы КНДР Конечно, никто не хотел бы Чтобы там возник бы какой-то военный конфликт Потому что там рядом Китай, рядом Япония Рядом Россия Рядом Южная Корея То есть, очень много Экономически, политически Развитых стран С огромным военным потенциалом Ядерные державы То есть, это очевидный узел противоречия и проблем Поэтому, конечно, любой диалог с Северной Кореей Он приветствуется Я думаю, что этим президент Российской Федерации Опять показал очередной вектор Что, как бы, без России и Китая Северно-корейскую проблему никак не решить И пока что мы видим И немножко такое ослабление накала Риторики Соединенных Штатов В отношении Северной Кореи По той простой причине Что сейчас Венецуэла На первой линии огня Беря внимание Выше сказанное Но я думаю, что эти переговоры Конечно Скорее всего Стороны выразили какие-то свои мнения Свои опасения Но я думаю, скорее всего Российская Федерация И вместе с Китаем Будут пытаться играть Определенную Такую сдерживающую Балансированную роль Чтобы США не смогли бы Как-то, скажем Задавить Северную Корею Своими санкциями И просто дать понять Что Российской Федерации Есть свои возможности В этом регионе Свои возможности Чтобы договариваться С Северной Кореей То есть, я думаю Очередной такой позитивный момент Когда есть диалог Между сторонами Да Вот что касается Упомянутой вами Венесуэлы Что там? Такое ощущение Что все-таки Мадуро Пока удается сохранить власть Ну, я думаю Что все те победные реалиации Которые наши тут Местные либеральные медиа Тоже Что уже дни Мадуро сочтены И что молодой, красивый Либеральный Гуайдов Сейчас будет президентом И уже признали Включая Латвийскую Республику Что он, в принципе Временный Скажем так Исполняющий обязанности президента Но как мы видим Мадуро на месте Я думаю Что люди не учли Специфику Латинской Америки В Латинской Америке Службы безопасности Армия имеет очень важный Политический Скажем так Вес И им не удалось Скорее всего Переманить вооруженные силы Венесуэлы на свою сторону Армия поддерживает Мадуро Я думаю Значительная часть Населения тоже поддерживает Мадуро И То есть Такой Да Образованный Молодой Красивый Либеральный Гуайдов Ну Не набирает очков Я думаю Что Он потерпит поражение Потому что Если он уже не сумел Добиться Каких-то Значимых Успехов То есть Скорее всего Он этого не добьется Что меня тревожит Конечно Беря внимание Что И Бразилия И Колумбия Имеет Не очень хорошее отношение С Венесуэлой Может Конечно Произойти Какие-то Военные Столкновения Между этими Странами А это уже Может Повлиться С собой Опять же Еще один Глобальный Конфликт По той простой Причине Что на одной Стороне Выступают Соединенные Штаты Америки На другой Китай Российская Федерация Куба Никарагва И ряд Других Стран Поэтому Мы должны Отдавать себе Отчет То что Мы уже Говорили Про Украину Про Сирию Про любую Другую Страну Как только Начинается Какая-то Эскалация Она может Буквально За несколько Дней Привести Мир на Грань Уже Большого Политического Военного Кризиса То есть Вовлечены Уже Не только Эти страны А уже Все остальные То есть Нам сейчас Кажется Что Венесуэла Далеко Или Сирия Далеко Но если Там будут Вовлечены Скажем И США И Россия И Китай То есть Это может Стать уже Мировой Проблемой Да Все таки Не могу Не спросить Мы живем Здесь В Латвии Конечно В Венесуэла Это все Важно И действительно Интересно Для тех Кто По крайней мере Интересуется Международной Политикой Говоря О делах Домашних На моей памяти Это такой Первый Случай Беспрецедентный Когда Министр внутренних Делов Решает Что Мост Надо Закрыть Я так понимаю Что Специалисты Департамента Транспорта Рижской Думы Считают Что Мост можно использовать В эксплуатации Ограничив Вот там Движение Грузового Транспорта Министр Считает Что Нет Приказывает Руководству Госполиции Перекрыть Движение Вот уже Вторые сутки Мост закрыт Ну Соответствующие Пробки В городе Я так понимаю Что и общественный Транспорт Вот Было в новостях Опаздывает На 35 минут Что Это за Ситуация Здесь Что больше Политики Или действительно Заботы о безопасности Как говорит Господин Гиргенс Министр Внутренних дел Был бы экспертом По вопросам Скажем Инженерно-технических Вопросов Думаю Что это такой Упьющий случай Не сложно судить Я не слышал Где в любой другой стране Это имело бы место Но Я хочу сказать Вот что Мы иногда забываем Мы все время Говорим Что это Рижская дума Ответственна За мосты И за все остальное Отчасти это так Но мы забываем одно Что мосты Инфраструктура Это все-таки Стратегическая Государственная Ситуация То есть И тут Любой мост В таком городе Как Рига Беря внимание Нашу географию У нас же еще Несколько мостов Надо только представить Что случится Если не будут работать Пару мостов Через нашу Скажем Речку Какой будет Транспортный коллапс Поэтому Я думаю Что это такое Может Это мы можем Как-то Эту ситуацию Сравнить Ситуации Предвыборные Беря внимание Что выборы В Европарламент Состоятся Через Несколько недель И насколько я знаю Что брат Министра Внутренних дел Баллотируется От партии Кайменьша То есть Может это Какое совпадение Да Какое совпадение То есть Может быть Мы можем Себе Скажем Представить Что это Ну какой-то Политический шаг Чтобы как-то Наладить популярность Уже партии Которые там Наверное Три или четыре процента По опросам Но я не думаю Что скорее всего Все произойдет наоборот Потому что Те люди Которые с Пурцием Среплявины Стоят в огромных пробках В эту жару И которые сейчас Должны По Брасе И по другому мосту Как-то объезжать И два часа Опаздывать на работу Насколько я знаю Но не думаю Что они будут Особенно довольны Действиями министра внутренних дел И я думаю Что ну У министра внутренних дел Задача Сейчас На данный момент Как Защитить Социальные права Полицейских Как Сделать так Чтобы Не счерзаниматься Ну Понимаете У полицейских Все таки Беря внимание Их специфику У них должны быть Совершенно другие зарплаты Зарплаты должны быть Конкурентоспособными Они должны Быть социально защищенными У них должны быть Скажем Там есть очень много вопросов Которым Должен заниматься министр В принципе Его задача Выбивать Бюджет Для своего ведомства Чтобы эти люди Были бы А Профессионально готовы И социально защищены Выполнить свою работу То что он закрыл мост Я вот конечно Думаю так А что если Скажем Будет экспертиза И скажет Что мост Может еще Быть эксплуатирован Кто понесет Ответственность Весь этот бардак Который сейчас Вот эти два дня В Риге Кто Или просто скажет Ну мы ошиблись Простите Может быть и так Да Да Рама Трубловский У нас в студии Но вот еще Не могу вас не спросить Как у человека С военным Прошлым Все таки Вот эти все события Которые На этой неделе На прошлой Вообще В последнее время Происходит Вокруг согласия Я имею ввиду И задержания И обыски Вот тут Недавно Вице-мэр Рижской думы Господин Баранник Сообщил И мэр Далгопилс Элксен Что они возвращались К конференции В Москве Я так понимаю Конференции По логистике И транзита Ну с их слов Опять таки Что им устроили Такой вот досмотр И обыск С пристрастием Чуть ли не до нижнего белья Опять таки Повторяем Мы там не присутствовали К сожалению Или к счастью Но они По крайней мере Это утверждают Вот это что Это просто цепь Каких-то совпадений Или Есть какое-то Вот Есть подозрение Что это такая уже Целая компания Целая акция Ну я думаю Что таких совпадений Не бывает Скорее всего Беря внимание Все те перечисленные Факты Не только по этому случаю А по ряду других случаев То есть Скорее всего Это имеет место Скоро так сказать Целенаправленная акция Давление на партию Согласия Особенно В канун Я так понимаю Выборов В канун Выборов Его парламента Я могу пожелать Партии согласия Выдержки Выдержки Еще раз Выдержки Потому что Ресурсу партии Очень большой Людей Стоящих Знающих Там очень много Так что я думаю Что партия С достоинством Выдержит Это давление И Удержит Свои лидирующие Позиции Как и в городе Так и в стране В целом То что же касается Вот этих конкретных Случаев в аэропорту Ну тогда надо Наверное С представителем Убийсковить С каждого Который Перелетает Из Москвы Мы же не знаем Что они там везут Может не везут Инструкцию Шойгу Может не везут Там Поздравление Путина кому-то Ну тогда надо Весь рейс уже С пресрастием Смотреть Все кто Из враждебной страны Вот я не знаю Я думаю Эстонцы Обесковали своего президента Она же тоже Не просто поехала в Москву Она встречалась с Путиным В Кремле Это уже само по себе опасно Да Как это понимать А вдруг он Какие-то инструкции Выдал Мы же не знаем Поэтому Можно То есть это конечно Мы шутим сейчас Но можно Любую ситуацию Довести до Абсолютно Такого Абсурда Если так Выражаться Политически Корректно Любой ситуации Можно довести до Абсурда Я думаю Что Я видел Я знаю Что есть Обращение Партии Согласия К генпрокурору И к тем людям Которые занимаются У нас На данный момент Безопасностью Объяснить Вот по каким Критериям Почему именно Члены Согласия Попадают Под какое-то Скажем Такое давление А не члены Других партий Потому что Я так понимаю Что Есть и другие люди Которые Едут в Москву В том числе И с правящей коалиции Вот их тоже Досматривают С пристрастием Или нет Или просто Если ты Скажем Партии Согласия То тебя надо Досматривать А если ты С партией Скажем Другой Коалиционной То это Априори Уже Скажем Индульгенция Что не надо Обискать Поэтому Это Если честно Это Такая ситуация Такой беспредел Всегда ведет К обратному Беспределу И как говорится К правовому Нихилизму Если уже Начинаются Такие действия То Я ничего хорошего От этого не жду Потому что Все структуры Они должны А подчиняться Закону И действовать Строго По закону Никаких других Вариантов Для этих служб Не существует Если они начинают Действовать Уже Не как Служба Безопасности А как Политическая Полиция Как в некоторых Авторитарных Режимах Ну тогда Извините Это уже Совершенно Другой вопрос И совершенно Другие ответные Действия Может быть Такой последний Вопрос Поскольку Остается Вот как раз Сегодня Ну уже На один день Меньше месяца До выборов Европарламент Разные Есть прогнозы Конечно Можно Тут любые Гипотезы Строить Но тем не менее Насколько Велика Вероятность Что вот Условно Как их считают Какими-то Популистическими Силами Что они Довольно Значимую Часть Мест Заберут Терапарламент Не знаю Евроскептики Разного Калибра Скажем так Вот Популисты И так далее Ну знаете Они Они себя Не называют Не популистами Не евроскептиками Они себя называют Защитниками Традиционных Ценностей То есть Христианских Это сейчас популярно Это сейчас популярно Это сейчас идет по нарастающей Но я думаю Что вот Идея Премьер-министра Италии Сальвини Который сколачивает блок Вот этих сил Ну по их подсчетам Это могло быть Около Двухста Или более депутатов Что имеет уже Огромную Такую силу В Европарламенте С его там Семьсот Пятьдесят Одним мандатом И беря внимание То что они могут Сколотить Вот эти двести Мандатов Это уже сила Это уже сила И если брать во внимание Что сами Скажем Эксперты Предвидят Что коалиция социалистов И народной партии Европарламента Потеряет В общей сложности Где-то сто мандатов У них сейчас Больше четырех Где-то четыреста мандатов Немножко больше Если они получат Триста То есть Это уже меньше половины И у них будет очень сложно Сохранить эту же коалицию А это уже ведет К составу Еврокомиссии Еврокомиссаров И других Очень важных позиций То есть Конечно Такой дядя Как Юнкер Или ему подобный Уже скорее всего Не будет Мы уже не увидим Этого веселого человека Потому что Почему ему будет не веселый Веселый У него всегда трезвого человека Ну а ему Ничего Ему ничего бояться Ему ничего бояться За ним четыреста Больше мандатов И они всегда его поддержат Перевеселись Мы же видели Как было в Риге Несколько лет тому назад Это еще по-моему Сейчас Все вспоминают Как он себя здесь вел То есть Конечно Я думаю Что именно он Тоже Очень много сделал Чтоб Евросоюз Еврокомиссия Потеряла Вот эту репутацию Такой серьезной И прагматичной И профессиональной Организации Если вот скажем Начальник комиссаров Такой Какие остальные комиссары Можем задать вопрос Ну и Люди которые видят И понимают Что никаких изменений Не может быть Они конечно Голосуют за тех людей Которые К сожалению Иногда предлагают Очень простые Очень понятные Избирателю решения Там построить стену Здесь Сделать то И людям все понятно Нет никаких комиссаров Нет никаких Очень умных рассуждений Есть очень простые Понятные слова Для итальянца Для поляка Для венгра Для еще кого-то Поэтому да Скорее всего Вот этот расклад В мае Мы увидим Именно такой Рома Тлубовская У нас был в студии И большое спасибо